Девушки отдыхают Девушки отдыхают Цель Маджимы зовут Макото Макимура Но когда объявились другие якудза и начали угрожать ей Маджима вступился за жизнь, которую был нанят оборвать Но нет прощения убийцам, которые не способны убить И его выбор обязательно будет иметь последствия Где мы? Просто заходи Подождите Садись Что это за место? Склад Который полон старых диванов и хлама Если будешь бродить тут, то можешь пораниться Эммм... Что происходит? Почему все это происходит со мной? Это был вопрос, а? Эти якудза обращались к тебе по имени Не надо говорить мне Что ты не знаешь почему? Но я и правда не знаю Имя Макото Макимура Все девчонки из телефонного клуба знали его Они знают, что Макото ищет человека с татуировкой летущей мыши Так Макото Макимура это ты? Или тот здоровяк, который использовал это имя? Это... Это ты? Значит поэтому эти якудзы искали тебя? Я не знаю Я не... Кто вы? Кто вы? Я? Я безнадежен Не могу даже разобраться с одним человеком Я лишь жалкое подобие Жалкое подобие кого? Убийцы Нет Все что мне сказали Это убить Макото Макимуру Не думал, что это будет слепая девчонка Но я не единственный, кто охотится за тобой Кто ты, черт возьми? Что это за татуировка с летучей мышью? Почему ты ищешь этого парня? Хватит! Где Ли? Позволь мне встретиться с Ли Здоровяк Якудза, которые пришли за тобой Стреляли в него Его подстрелили? Но вы же сказали, что я скоро его увижу Расслабься Не знаю, что с ним, но я знаю, что пуля не задела ничего жизненно важного Потери крови недостаточно, чтобы убить этого парня Правда? Как только мы здесь разберемся со всем Я отведу тебя к нему Но сначала Ты должна рассказать мне все, что знаешь Макото Макимура Если вы пришли убить меня То зачем помогать? Почему вы Не сделали этого? А ты этого хочешь? Это не важно Скоро парень, который нанял меня, сделает это Узнает, что ты жива и убьет нас обоих Что? Но если бы я знал, почему все хотят тебя убить Я, возможно, смог бы что-то сделать Что там с этой татуировкой? Зачем тебе этот парень? Это... Это он нанял этих ребят из Яхудзу, чтобы найти тебя? Почему ты тогда сомневаешься? Ли знает про этого человека Пожалуйста, спроси Ли Он расскажет вам все, что вам нужно знать И я могу этому верить? Да Тогда какого черта ты не сказала об этом раньше? Что? Может, ему не задело органом? Но его все же подстрелили? А что, если он истечет кровью и умрет? Но вы же... Вы же сказали, что он будет в порядке Иногда приходится врать Послушай, если хочешь жить То не покидай это помещение Ни в коем случае Ладно Ты умрешь, что ли, если скажешь спасибо, прежде чем свалишь? Ямагата Прости, что вытянул тебя так рано Одиссея не использует этот склад Если он сделает тебя моим должником То я считаю, что сделка была выгодной Но все же Просить меня предоставить тебе место, чтобы закрыть в нем девушку Ты, видимо, в каком-то серьезном дерьме Ни слова, а никому-либо А у тебя гигантские яйца Ты правда считаешь, что следует просить о таком своего главного соперника? С чего ты решил, что я не разболтаю твой маленький секрет? Если не те ребята узнают об этом Я больше не смогу здесь остаться А Сатенбори без меня Проблема для тебя А? Сатенбори Такой, какой он есть Именно благодаря Гранду и Одиссею Которые бодаются Если останется только один или другой То как ты считаешь, хотя бы половина тех, кто приезжает, продолжат посещать эту дуру? Это как бейсбол Никто не смотрит выпуски, где одна команда в легкую побеждает остальные Ты считаешь, что Одиссей способен сделать игру в одни ворота интересной? Справедливо? Так значит, наш повелитель ночи и правда видит всю картину Хорошо Пока что Я проявлю к тебе снисхождение Но услуга есть услуга Не забудь Ты теперь мой должник Его нет Куда это он пропал? Полный дырок Ты кто такой? Что ты здесь делаешь? Я не смогу понять, если ты не начнешь использовать слова Я ни при чем Просто пришел взять вещи для Ли Вещи для Ли? Так значит, ты знаешь, где этот парень, который заправляет этим местом? Где он? Он в порядке? Ли сейчас в моем госпитале Ты что, доктор? Все китайцы, которые живут в округе, приходят в мой госпиталь Ли пришел прошлой ночью Где этот госпиталь? Нет, я не... Я на стороне Ли, док Значит, ты знаешь Макото Девушку, которая работала здесь Макото? Да-да, я знаю ее Ли очень переживает за эту девочку Она попросила меня Встретиться с Ли Так что, пожалуйста, расскажи мне, где это место Быстрее, пока я не причинил тебе боль Ладно Мой госпиталь в Маджонке Джамбалайя На западе Жуфокучо Именно там я встречаюсь с пациентами Приемная Маджонга? Так, значит, это подполье? Могу я теперь идти? Еще нет Я не хочу, чтобы Ли знал, что я его ищу Вдремни хорошенько Эй! А я все думал Когда же ты доберешься до сюда? Это заняло у тебя куда больше времени, чем я полагал Что? Хватит хмуриться, друг Ты... Ты хочешь сказать, что ждал, когда я найду это место? Эм... Скажем так Это было вполне вероятно Понимаешь? Я же не просто акупунктурист Руки бога, помнишь? Воу, притормози Ты же не думаешь, что я дам вот это и ускользнуть, не так ли? Я ждал этой восточной фишки Ааа, ты меня убиваешь, Ли Да ты просто сосешь в этой игре, дружище Почему бы тебе не уступить место посетителю? Ты ведь будешь играть, верно? Иначе зачем приходить в комнату для Маджонга? Понимаешь? Я всегда хотел поиграть в Маджонг с убийцей А ты неплохо выглядишь для человека полного дырок Ты ебанутый Болит, что пиздец Рукой пошевелить не могу Хотел бы я, чтобы ты был на моем месте Ты даже не спросишь, что произошло с девушкой? Если бы Макота была мертва То у тебя не было бы причин приходить ко мне Она жива, верно? Ты никогда раньше не убивал, да? Я это понял, как только взглянул на тебя Ты похож на человека, который сомневается в том Стоит ли пересекать черту Ну тогда, дай ответ на загадку Зачем парень, который не может убить Берет заказы на убийство? Ты ни хрена обо мне не знаешь Остынь Сопляк вроде тебя может строить из себя крутого сколько угодно Но ты никого напугать не сможешь Я могу много чего о тебе рассказать На самом деле все Ром Прости, дружище Макота невредима? Не, девчонка в порядке, расслабься Хорошо Тогда что? Ты здесь, чтобы найти способ не быть убитым? Теперь, когда убийца обосрался Он пытается не стать следующим именем в списке босса, верно? Давай сразу определимся Я? Я еще не решил убивать ее или нет? Я не решил убивать ее или нет Я не единственный парень, который за ней охотится Например, тот якутза, который сделал пару новых дырок на твоем теле А что насчет них? Зачем она им? Иди спроси своего нанимателя Он же тоже заказал Макота, не так ли? Она стала целью Так как вы двое разнихивали по поводу парня с татуировкой летучей мыши Сложно сказать Ли! Ты в порядке? Я привел помощь! Этот парень преследует тебя! Рад был с тобой поиграть, дружище Мы еще не закончили нашу беседу Ты даже не узнал, на твоей стороне или нет? Хочешь со мной драться при любом раскладе? Если я не могу понять, на чьей ты стороне То безопаснее всего просто убить тебя Именно так китайцы и решают вопросы в этом городе Значит, мы закончили с дипломатией Не поддавайтесь, парни А делайте его хорошенько Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну теперь я полагаю, ты не просто хуёвый убийца Похоже, я тебя недооценил Я здесь не за тем, чтобы устраивать бардак на твоей территории Я просто хочу знать, почему девушка стала целью Если ты думаешь, что причина, по которой ищут, связана с тем парнем С татуировкой летучей мыши То ты ошибаешься ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Макото тебе ничего не рассказала? Макото тебе ничего не рассказала? Она сказала, что ты знаешь Сказала, чтобы я пошёл и спросил тебя Она всё знает Просто не любит об этом рассказывать сама В смысле? Её глаза? Она слепла из-за человека С татуировкой летучей мыши Что? Два года назад Макото приехала в Осаку Знакомых не было Не было места, где можно остановиться Восемнадцатилетняя девушка сама по себе Она выступала в качестве хостес Или что-то вроде того Сменила много работ Проблема в том Что это сделало её идеальной мишенью Для не самой лучшей части аудитории Сотомбурья Мишенью? Лёгкой добычей К ней пришёл парень Та ещё мразь Заболтал её и узнал Что она здесь одна А затем перестал корчить из себя милого парня И начал действовать Запер её в клетке Чтобы она не смогла сбежать И какого чёрта ему было нужно? Деньги? Ведь всегда дело в деньгах, не так ли? Этот парень с татуировкой летучей мыши Продал её за деньги Её выкупила корейская мафия После чего Я думаю, ты сам догадываешься, что с ней делали с утра и до вечера каждый день Не буду вдаваться в подробности Именно поэтому она больше не видит Постравматическая слепота Таков был официальный диагноз Из мрачной клетки, в которой её держали Последнее, что она увидела Была татуировка летучей мыши на руке одного из ублюдков, что продал её Ну ни хера себе история Прошло шесть месяцев с тех пор, как я забрал Макота И ты ищешь того парня с татуировкой, чтобы отомстить за неё? Макота говорит Что просто не хочет, чтобы такое повторилось с кем-либо ещё А я Я хочу сломать шею этому уебану Содрать чёртову летучую мышцу с его руки Ну, вот и твой ответ, верно? Кусок говна с татухой – это мелкая сошка, которая бродит по городу и цепляет невинных девочек Как только находит И, похоже, это всё он проворачивает в одиночку Не могу представить, чтобы такой человек стоял за тем, что происходит с Макота сейчас Это якудза нанимает парней с улицы, чтобы те сделали за них грязную работу И никак иначе И что тогда? У тебя есть идеи? Не совсем Это всё, что я могу тебе рассказать Девушка Она в здании Хару На улице Шафу Кучу На складе, которым владеет клуб Одиссея Так что Ты собираешься её просто отдать обратно? И какого чёрта ты собираешься сказать боссу, если не убьёшь её? Ты покойник Кроме того, это значит, что Макота Уберёт парень, которым заменят тебя И что с того? И что мне, по-твоему, со всем этим делать? Вполне возможно выйти из ситуации Есть лишь один способ для тебя, меня и девчонки отделаться от якудзы Но я предупреждаю тебя Вариант не самый приятный Чтобы сохранить кого-то очень важного Значит, дать взамен что-то равноценное Тебе и мне придётся работать вместе Я тебе нужен? Да И мне нужно Чтобы ты решил, готов ты на это или нет Прежде чем я выложу тебе план Ну? Ты готов пойти на всё? Насколько ты серьёзен? Я труп, если ничего не сделаю? Я спрашиваю, готов ли ты это сделать? Ну так что? Ты в деле? Ладно Я это сделаю Ладно Хорошо Возвращайся обратно к Макото Пригляди за ней сегодня, ладно? Мне кое-что нужно срочно сделать Что ты собираешься сделать? Я расскажу тебе, как всё порешаю До тех пор Всё останется в секрете Как мне с тобой связаться, когда я буду готов? Кабаре Гранд Я там появляюсь вечером Управляю этим заведением Серьёзно? Ты тут парень, что заведует Грандом? В следующий раз, если захочешь выпить, я угощаю Хм, ну ладно Я выйду на связь сегодня вечером Как тебя зовут? Намаева Гору Маджима Никуда не уходила? Где Ли? Он в порядке? В порядке Он не из тех ребят, которые умирают от одной или пары пуль Если тебе интересно моё мнение То он чересчур хорошо себя чувствует Понятно Слава богу Ну это значит Что вы теперь всё знаете? Да Тебе пришлось нелегко Чёрт Полагаю, что сейчас не лучше Застряла в пыльном складе с парнем, которого отправили тебя убить Ну, по крайней мере, похоже Что это не парень с татуировкой летучей мыши пытается тебя прикончить Ли тоже так сказал Понятно Извини, что заставил вспомнить дурные события Со мной произошло не совсем то же самое Но я тоже прошёл через схожее дерьмо У меня У меня всего один глаз Но меня тоже ослепили И закрыли надолго в месте, где каждый день мог стать последним Наверное, нельзя это сравнивать с тем, через что ты прошла Да и глаз один у меня остался По сравнению с тобой я везунчик Прости Похоже Не очень хорошо я умею взбодрить О, послушай, прости Я пришёл и заставил тебя чувствовать себя ещё хуже О, я знаю Ты голодна, а? Ничего не елась прошлой ночи, верно? Я в порядке Да ладно Не может такого быть Ты так расстроена, потому что голодная Лучше всего, когда нет настроения Это поесть И ты знаешь, что я прав Я сейчас достану, чтобы перекустить Чего-то конкретного хочешь? Тогда Немного Такаяки Вот видишь Я знал, что ты голодная Понял Вернусь через минуту, ладно? Вот Принёс тебе поесть Такаяки Спасибо Успокоилась? Да Но Теперь я голодная Ха Это хороший знак Люди машины А еда топлива Дай мне минутку Я приготовлю тебе тарелку, ладно? Что случилось с вашим глазом? Ну Вы сказали Что потеряли зрение на один глаз Мне стало интересно Как это произошло А, верно В моём случае это была травма Ну Почти несчастный случай Его теперь больше нет Это ужасно А, у меня ещё один есть Ей Он со своей работой справляется Бедняга Ты с ума сошла? Я в куда лучшем положении, нежели ты, не так ли? Но моя слепота была вызвана эмоциональной травмой И есть шанс, что зрение восстановится Мне так ли сказал? Правда? Так значит, у тебя всё ещё есть надежда? Это здорово Но твой... Да я уже привык Никак меня не отягощает Жалко только Что это испортило моё красивое лицо Так значит, ты красивый? Но пока не меря, у меня была пара глаз Жаль, что не могу показать тебя Это печально Приятно слышать твой смех Подожди Ты носишь наручные часы? А? О, да Не странновато ли для слепой девчонки? Думаю, да Но они красивые, не так ли? Вот мне интересно Откуда ты знаешь? Я знаю, что это прозвучит странно Но эти часы проигрывают музыку Она так красиво звучит Всегда заставляет меня улыбаться Хм И как она звучит? Они уже больше не играют Часы сломались Ты шутишь? Некоторые вещи Рука не поднимается выкинуть, понимаешь? Даже если они кажутся бесполезными для других людей Некоторые вещи просто важны для тебя Я потеряла зрение Потеряла счёт времени Часы сломались И музыка перестала играть Я знаю, что они мне больше не нужны Но они служат воспоминаниям О том времени Когда моя жизнь была нормальной Если я избавлюсь от них То думаю, что я Никогда Эй Но всё же Я бы хотела услышать музыку снова Понятно Если не можешь заставить себя выкинуть Оставь Если будешь держать их при себе довольно долго То когда-нибудь Они принесут тебе удачу Удачу? Когда-нибудь? Что случилось? Ты прав, это глупо Именно потому, что я продолжаю цепляться за подобные вещи Я не могу посмотреть в лицо реальности Эй Всё в порядке Спасибо Ты очень добр Я это ценю Это не так Если тебе кажется, что они тебе нужны Значит, это и правда так Я в это верю Нет, всё в порядке Не нужно стать сильнее Я стану сильнее О, у меня есть новости Твой друг Ли сказал, что он кое-что проверил Я приведу его сюда Как только он закончится Главное Сидеть тихо до тех пор Хорошо? Ладно Ты уходишь? Да, мне пора на работу Ты раньше слышала имя Сагава? Это Якудзе из союза Оми Я его не знаю Понятно Может Сагава делает это потому, что Кто-то другой сказал ему это сделать Но всё же Зачем за девушкой Вроде тебя гонится Якудзе? Так значит Этот Сагава Заставляет тебя делать это? Почти Но я далеко не сама невинность За твоё убийство Он должен был оказать мне услугу Он бы вернул меня обратно в Клан Тоджо Клан Тоджо? Тебе об этом не стоит переживать Тогда Что случится Если ты позволишь мне жить? Якудзе придут и Убьют тебя? Я буду в порядке Ли сказал, что у него есть какой-то план И если он сработает То мы оба сможем выбраться из этого живыми Ну, по крайней мере, прозвучало от него всё именно так Правда? Эй Этот парень твой босс, верно? Доверься ему Ладно Я вернусь сразу Как только закончу с работой Справишься? Да Господин Извините, что беспокоил Но у вас есть минутка? М? Гость в главном зале Хотел бы поговорить с вами, господин Просто Как он выглядит? Не японец, я думаю Похож на китайца Невысокий и Одетый в лохмотья Невысокий и в лохмотьях? Вряд ли это Ли Кто же, чёрт побери, это тогда такой? Что ему передать, господин? Я схожу к нему Я схожу к нему Какой столик? Я отведу вас Следуйте за мной Вот, это джентльмен, господин Вы хотели видеть меня, господин? Аааа Ааа Ааа Управляющий Помнишь меня? Подпольный доктор С Джамбалая? Ах Да, помню тебя Гранд Гранд, и правда Хилше заведение Кроме того Вся выпивка за счет управляющего, верно? Послушай, я этим займусь. Я разберусь с ним. И каков бы ни был его счет, я оплачу, понял? Конечно. Прости за прошлый раз. Ничего не повредил? Да все в порядке, в порядке. Проехали. Кроме того, ты был в меньшинстве. Ты и правда очень силен. Даже Ли не справится. Воу. Как насчет того, чтобы рассказать, в чем дело? Прежде чем напьешься в хлам. А, точно. Я принес послание от Ли. Ли не любит светиться в подобных местах, поэтому я пришел вместо него. Я не могу. Поэтому я демонстану. Послание? Не переживай, я еще не пьян. Может, ты к нему уже и перейдешь? Ты можешь сейчас уйти из клуба? Да, а что? Как покинешь клуб, иди сразу домой. Ты далеко живешь, управляющий? Нет. Урики. Хорошо, хорошо. Как только ты доберешься до дома, Ли свяжется с тобой. Ли будет следить за тобой. Как только ты покинешь клуб. Что, он хочет узнать, где я живу? Я просто передал сообщение. Знать зачем мне ни к чему. Ладно, я понял. Пей сегодня ночь, сколько хочешь. Правда? Можно? Большой человек. Я люблю щедрого управляющего. Маджима! Ха, так это ты. Кто бы не узнал такую уродливую рожу. Управляющий грандом гору Маджима. За мной должок за прошлую ночь, дружище. Прошлую ночь? Простите, а вы кто? Неважно, кто я. Куда ты дел Макота? Я знаю, ты спрятал девчонку. Где? А, вы те ребята. Жалкое подобие похитителей. Ха, не ожидал, что вы избавите меня от необходимости вас, клоунов, искать. Самодовольный ублюдок. Ты думаешь, это смешно? Тебя это забавляет? Да, мне и правда очень интересно узнать, почему все ищут эту девчонку. Ты кем себя, блядь, возомнил? Прошлой ночью, ты застал нас врасплох. Это не произойдет снова, одноглазый. С этого момента мы перестанем драться честно. Пора тебе узнать, что будет, если не мешать Икуза. Пора тебе узнать. Пора тебе узнать. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Ну так что мы закончили? У меня нет времени на болтовню Это не просто болтовня, Тигр Ты ведь знаешь, что значит ВБС, верно? Всегда будь на связи Правило номер один Держать босса всегда в курсе дел В-Б-С Ладно, послушай, я установил контакт Но на этом пока все Совет нужен? Я скорее спрошу телефонный столб, чем обращусь к тебе с своими проблемами Ли, это ты? Да Как дела, медведь? Знаешь способ, который позволит забыть о боли? Работать на полную катушку Если не сбросим Якутс, хвостай сейчас Они продолжат нас преследовать Так что у меня нет времени чувствовать боль, пока работа не будет сделана Это точно Прости Что сейчас побери это за место? Хм? Что ты имеешь в виду? За этими апартаментами наблюдают отовсюду Как минимум четыре пары глаз Я удивлен, что ты заметил Они знают, что ты прячешь Макото? Нет За этим местом уже очень давно наблюдают Мой клиент, с которым ты не встречался И еще больше наблюдателей вокруг твоего клуба О, я знаю Ко всему этому можешь прибавить еще и тех Кто следит за каждой дорогой, ведущей из Сатенбори Мне запрещено покидать город Именно поэтому они и следят Не позволяют мне покинуть его Так что получается? Этот город твоя тюремная камера? Именно С чего бы это? Раньше я был якудзо в Токио А потом Я перешел дорогу парню, который стоял во главе моей семьи И моя жизнь пошла под откос Даже сейчас, несмотря на то Что они держат меня на привязи в Осаке Не значит, что они не убьют меня Если я дам им повод Жестко Хм, у каждого из нас есть свое прошлое Но это значит, что мы не можем просто стоять здесь и болтать Давай пообщаемся где-нибудь в безопасном месте Встретимся там, где прячется макод Давай расскажу тебе, как пройти, чтобы за тобой никто не следовал Да? И как же? У меня в клинике есть секретная дверь В том месте, где комната для пациентов Спрятана за книжным шкафом Она приведет тебя к двери соседнего здания Даже если за тобой последует Этот путь позволит сбросить с вас тапочки всех Как так вышло, что в клинике имеется секретный путь к отступлению? Как я уже сказал У нас у всех есть свое прошлое Главное, будь осторожен Когда придешь в место, где макодо Ты уже напоролся на Лику Гранда, верно? На парней, которые пришли за Макодо прошлой ночью Они знают твое лицо Сложно сказать, откуда они могут наблюдать Верно Значит, я воспользуюсь твоей маленькой дверью В Хагуши Кайкан Доволен? Просто в восторге Как только пройдешь через нее Направляйся прямо к Макодо И я встречу тебя там, понял? Понял, иди уже Это я! Я захожу! Что, твой дружок Ли уже был здесь? Ага Он вышел купить что-нибудь попить Сказал, скоро вернется Что это за конверт? Не знаю Ли сказал, чтобы ты открыл Что за чертовщина? Что внутри? Фотографии молодой девушки Много фотографий одной девушки Сделанные камерами наблюдения Ли принес фотографии? Зачем? Йоу Уже покопался там? Хорошие снимки, да? Ли Что это за фотографии? Притормози, тигр Не беги вперед паровоза Я все объясню Вот Выпей Спасибо, Ли Я тебе принес Ли Фотографии, как-то связанные С тем большим планом О котором ты говорил? Кто, черт возьми, она такая? Эта телка Брачная аферистка И она совершенствуется У парней, которые западают на нее Вошло в привычку внезапно умирать Как по мне Она выкачивает из них все А потом вручает им Кое-что похуже бумага разводя Но даже у такого монстра Есть особенности Которые позволят ей Искупить грехи Ее возраст И строение тела Очень похоже на Макото, верно? И что с того? А эти лекарства довольно эффективны Ли Ты что задумал? То, о чем пойдет разговор далее Не для ее ушей Так что пусть немного поспит Боярышник? Ты ужасно тупой для убийцы Девушка на фото Она двойник Макото Двойник? Послушай Когда кто-то заказывает убийство Чего он хочет? Результатов Цель должна быть мертвая Верно Результаты А результат убийства Мертвое тело Показываешь тело Босс счастлив Именно поэтому Девушка с фотографией Станет добровольцем И займет место Макото Вот так просто Ты и я Сделаем работу Переоденем труп в это Когда полиция будет определять личность Придут ко мне И я дам им ответ Без сомнения Это моя бедная работница И бац Ты идиот Как только они начнут расследование Ты узнаешь Что это не та девушка Да и ладно Как только она будет мертва Поработаем над ее лицом До тех пор Пока ее невозможно будет опознать Нам ничего не грозит А кислота Сотрет ее отпечатки Ты кто блять такой? Мне нужна правда Кто ты черт возьми Так как ты уж точно не чертов А купунктурист Сказать нечего Я был таким же как и ты Убийцей Что? Работал по контрактам Организации на материке Последнюю работенку Провернул 6 месяцев назад 6 месяцев? Подожди Как раз примерно тогда Когда ты сказал Что забрал девчонку Хорошая у тебя память Вот и сложи дважды два Девушка Была собственностью организации Была запертая Как я по-твоему ее нашел? Думаешь она просто лежала На обочине дороги? 6 месяцев назад Я взял работу Связанную с нападением На корейскую мафию Война за территорию Где торговали рабами Они уже убили немало наших ребят Осталось лишь двое их ребят На складе После того Как я их убил Я остался один В помещении Полном полуголых девиц В клетках После того Как я открыл решетки Они все сбежали Все кроме одной Одна из них Не могла пошевелиться И это Да Это была Макота Она пыталась Нащупать мою руку Во тьме Она была слепой Как только ей удалось Она схватила ее И не отпускала Стояла на коленях И плакала И повторяла спасибо Снова и снова Ее рука была такая худенькая Блин Но я не мог ее отпустить Так значит Ты играл большого папочку С тех самых пор Да Понимаешь Очень давно Я и правда был отцом Серьезно? Она все время болела Даже будучи совсем маленькой Побочные эффекты лекарства Которые ей приходилось принимать Были ужасные В конце концов Она с трудом видела То, как она схватила мою руку Это было так же Как в моих воспоминаниях Маджима Я не позволю дочери Снова умереть на моих глазах И если для того Чтобы защитить свою девочку Мне придется убить Любого незнакомца То я это сделаю Я знаю, что это неправильно Но других вариантов У меня не осталось И ты должен мне с этим помочь Маджима Мне нужно Чтобы ты сообщил своему боссу Что Макута мертва Черт, глупец Ты совсем недооцениваешь Якудза Он раскусит этот обман В два счета Ладно Тогда что ты предлагаешь У тебя есть идеи? Разговор окончен Я в этом не участвую И ты снова просто сбежишь? Не думаю, что я не понимаю Ты потерял свой глаз Так как просто сбежал Точно так же Как пытаешься сейчас Что, прости? Конечно У тебя есть оправдание Но я готов поспорить Что ты проделал такой путь И даже не запачкал руки Действуя, как чертов поймальчик Но ты Якудза Ничуть не лучше меня Как только человек входит в тень Он становится черным, как ночь До конца своих дней Поэтому хватит быть циклом И перестань применять полумеры Ты ни хрена обо мне не знаешь Спрошу еще раз Ты уверен, что не поможешь мне с этим разобраться? Ни за что Ладно В таком случае Я покажу Как мы проворачиваем дела в тени Не хочу, чтобы кто-то Кто знает мой маленький план Покинул эту комнату Все кончено, Маджима Ладно Субтитры делал DimaTorzok Почувствуй руку Бога! А ты не плох! 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 А ты не плох!